Для того, чтобы организовать ответвление в программе, в языке C++ присутствует два условных оператора. Во-первых, это оператор if. Для того, чтобы понять, как он работает, давайте рассмотрим следующий пример. Пусть у нас есть квадратное уравнение. ax² плюс bx плюс c равно 0. Предположим, нам нужно узнать, сколько корней у этого уравнения. Для того, чтобы это понять, надо вычислить детерминант по формуле детерминанта и сравнить детерминант с нулем. Если детерминант строго больше нуля, тогда у нас уравнение 2 корня. Если детерминант равен нулю, то уравнение имеет ровно один корень. И если детерминант меньше нуля, то есть не выполнилось ни первое, ни второе условие, то корней уравнения нет. На данном примере легко увидеть, как работает оператор if. Если выполняется условие, тогда выполняется инструкция, которая указана сразу же после оператора. Если мы хотим добавить альтернативу, то для этого используется оператор else. Он опциональный, необязательно его писать, но если мы хотим указать, то после оператора else можно указать инструкцию, которая будет выполняться в том случае, если условие оказалось неверным. В данном случае в качестве такой инструкции мы поставили еще один оператор if. Это позволяет писать сразу же цепочку операторов if и рассматривать все случаи. В данном случае мы сначала проверили, что терминант больше нуля. Если это неправда, мы проверяем детерминат на равенство. Если он равен нулю, соответственно, выполняется присваивание единицы переменной root. И в противном случае, если ни первое, ни второе условие не выполнилось, тогда выполнение переходит к последней альтернативе, ну вот else, которая уже без условия. Соответственно, если и первое, и второе условия не выполнились, выполнится эта альтернатива, и переменный root присвоится 0. Кроме этого, есть тернарный оператор. Это такой единственный оператор C+++, который принимает три аргумента. Давайте посмотрим, как он работает на схожем примере. Пусть у нас есть переменная root, и мы по умолчанию присвоили значение 0. Соответственно, для того, чтобы присвоить какие-то другие значения, надо проверить, что детерминат не отрицателен. И в том случае, если не отрицателен, мы присвоим переменный root значение 2 или 1, в зависимости от того, является детерминат положительным. Соответственно, тернарный оператор действует следующим образом. Первый его аргумент — это условие. Если условие выполняется, тогда в качестве значения тернарного оператора выдается его второй аргумент. Если условие не выполняется, в качестве значения тернарного оператора выдается его третий элемент. Тернарный оператор удобен в некоторых случаях и позволяет записать выражение более коротко.